здорово и здравия если вы любите бокс это видео для вас джо смит младший возвращается в ринг должен был он боксировать с калман джонсоном но в итоге боксирует он с вообще никому не известным стивом гефродом такие вот бойцы оба американцы но бойцы разного уровня ну начнем смотреть из чего вроде одного роста вроде одного там одной антропометрии плюс-минус одного возраста там на один год что ли смит старше но бойцы понимаете вот если мы берем силу их удара вот только бьет гефард он у него нет ни одного чистого нокаута ему нужно ударить 1 50 чтобы соперник упал или там какой-то ну вот остановку рефери там то есть это боец у которого в плане удара у него реально нечего смиту предложить очень крепкоголовому бойцу джо смита у ему вообще нечего предложить а сам смит бьет как конь копыта мы знаем он и бивал и потряс очень тяжело потряс если б не гонг дима в сто процентов оказался бы в нокдауне если не в нокауте очень тяжело он бил помните бернарда хопкинса единственный человек то его нокаутировал до этого и хопкинс и в нокдаун то никто не посылал в принципе боец бьющий на 27 побед 21 нокаут элейдера альвареса помните наглухо просто вырубил джо сергей ковалев два раза с ним дрался даже в нокдауне послала этот просто бум и все и человек лежит у герфрода близко такого удара нет поэтому в плане удара смит намного сильнее в плане оппозиции вы смотрите смит дрался пусть и с пенсионером хопкинсом смит дрался с биволом смит дрался с элейдером альваресом с джесси хартом с власовым это вот вот эти пять бойцов они все побили бы вот этого гефрода гефрод дрался там про просто оппозиция с нашими дрался с бойцами уже не помню с кем когда-то давно помню видел этот бой я даже не знал что это гефрод в китае там был бой наш боец не дрался ну разговор о том что его оппозиция она как вам сказать она ну вот если там термин мешки применять туда это он в начале карьеры два раза умудрился этим мешкам проигрывать то есть вот там у него есть там соперником что ли 10 побед 50 поражений то есть вот и плюс минус все соперники на такие только вот на на наши два парня у него были грачев и вот 2 забыл вот они более или менее как бойцы вот именно более или менее и он их выиграл и выиграл вот грачева например денис он выиграл в таком в непростом бою там что ли два или три раунда грачев из 8 у него выиграл то есть разговор о том что ну вот простые бойцы именно простые бойцы которых нормальный боец хоть хоть какого-то топового уровня все это должен побеждать они ему создают проблемы поэтому гефрод он не соперник смиту он чуть-чуть побыстрее смита но знаете смит это боец который умеет прессинговать то есть если ему надо он будет идти за вами бить да он как как качество удара у него плохое у него качественно только там какой боковой удар с размаха с большого но не дай бог этот удар пропустить но смит будет идти с этим ударом за вами столько сколько ему нужно если у него что-то не получается если вот он в плохой форме знаете устану никакой реально никакой и вдруг он чувствует что он будет проигрывать и помните с власовым он вот первые 10 раундов там в лучшем случае 4 раунда он взял он почувствовал что он проигрывает и 11 12 раунды он просто на зубах вырвал он так дрался как последний раз то есть было видно что он в плохой форме с власовым было видно что плохой форме и не помешало это ему последние два раунда прям сильно выиграть и и власова там от нокаута спасла только крепкая голова любой другой пропустив столько от смита упал бы вообще любой я думаю даже бетербеев группа поэтому смит он обладает всеми качествами чтобы этого геффорда именно досрочно побить но видите разговор о чем смит последний раз дрался почти год назад и он был в плохой форме то есть как он сейчас от боксируют это сложно геффорд это вообще не тот боец который должен победить смита потому что если смита плохой форме не выиграл власов хотя бой был очень трудно и вас и скорее выиграл чем проиграл но власов это хороший боец в сравнении с геффордом ласов геффорда бы вообще разобрал как ребенка поэтому геффорду чтобы побить смита даже в плохой форме я не знаю что нужно досрочно он уже проигрывал ударом он не обладает застаивается много ударов много не выбрасывается защиты какой-то серьезный ну как все американцы там отклоняется назад шелдеролл пытается делать плечо выставлять но этого мало чтобы выиграть смита потому что это делали и власов это делали и смит они не смогли защищаться от удара смита должным образом поэтому конечно победа смита но проблема знаете в чем что если сейчас смит после этого боя дерется не с биттербиевым или не сбивала ну тогда нахер он на этом поясе сидит он должен драться сейчас с биттербиевым побеждать этого геффорда нокаутом побеждать и проводить бой именно с биттербиевым за три пояса потому что они оба на одной платформе ну должен бой как бы наконец-то состояться он должен был состояться еще в том году ну что-то как-то вот они я не знаю права флили этот момент поэтому ну чё смит должен выиграть боец в принципе если по правильно тренировали правильно готовили это боец был бы великолепный потому что у него есть все необходим он выносливый он бьющий он агрессор он с характером ему просто поставить правильную профессиональную манеру ведения боя он сам к ней предрасположен он сам рвется понимаете драться как профессиональный боксер но вот подход к сопернику защита подход через дальнюю дистанцию удары на дальней дистанции это все у него практически на нуле поэтому поэтому смит собственно и не котируется как какой-то реально крутой боксер хотя он чемпион и геффорду его не одолеть